В последнюю декаду сентября в Москве прошел визит экспертов Бостонского института дизайна, ориентированного на человека Institute for Human Centered Design, который одним из первых в США занялся проблемами оптимизации среды, чтобы сделать ее доступной, безопасной и комфортной. Эксперты института способствуют совершенствованию законодательства в области инклюзии, продвигают конкретные методики дизайна, занимаются обучением, тренингами и проводят исследования. Эксперты IHCD выступают консультантами и в других странах. Часть их нынешнего визита в Москву была связана с музеями. Специалисты рассказали о том, как оценивать доступность музейных зданий и сооружений. Для того, чтобы оценить, насколько инклюзивна та или иная среда, требуется работа специально подготовленных пользователей-экспертов. В первый день работы Уилла Кролиус, директора лаборатории пользователей-экспертов, и Габриэла Банаме-Симс, консультант-дизайнер, провели для сотрудников перспективы практический семинар по оценке доступности музейных зданий и экспозиций. Свои залы для семинара предоставил музей Москвы, готовый принять оценку экспертов и их рекомендации. Каждый человек имеет право на доступ к культурному наследию, к истории, театральному искусству. Каждый должен иметь возможность посещать музеи, театры и выставки. Здесь у вас мы имеем возможность поделиться нашим опытом в этом отношении. В США существует целый ряд требований к доступности театров, музеев, других учреждений культуры. Однако всегда есть что улучшить и изменить, чтобы сделать доступ к культуре для всех людей одинаково комфортным. Эксперты провели на данную тему видеоконференцию, а также семинар в Центральном выставочном зале «Манеж» на тему «Инклюзия в учреждениях культуры». В семинаре приняли участие представители, сотрудники, кураторы, руководители выставочных отделов и организаторы экспозиций музеев города Москвы. Рассказав об основных требованиях к среде культурных учреждений, эксперты перешли к мировым практикам, иллюстрируя идеи конкретными примерами универсального дизайна в разных учреждениях культуры. По итогам семинара сотрудники ряда музеев, в частности политехнического, выразили готовность пройти экспертизу на доступность. А Департамент культуры города Москвы подтвердил намерение плотно сотрудничать в данном направлении с перспективой. Свой визит в Россию Уилла Кролиус и Габриэла Банаме-Симс завершили в Санкт-Петербурге, оценивая культурные учреждения северной столицы с помощью экспертов-пользователей. Тем временем в Москве продолжили работу эксперты Джина Хилбери и Квейм Варга, которые сосредоточились на теме инклюзивная пешеходная инфраструктура. Помимо тематической видеоконференции, проблемы доступности и безопасности уличной среды обсуждались в ходе круглого стола в Московском государственном строительном университете, где зарубежных экспертов внимательно выслушали представителей Департамента соцзащиты Москвы и Объединенной дирекции Мосгорпарк, администраций Бабушкинского и Краснопресненского парков столицы, а также представителей российских научных объединений и бизнес-структур, занимающихся проблемами адаптации среды для людей с инвалидностью. Я думаю, что такой обмен мнениями очень интересен, тем более, что Институт универсального дизайна в Бостоне, на мой взгляд, это одна из лучших организаций в мире, которая давно занимается этой проблемой, накопила огромный опыт. Фактически это большой ресурсный образовательный центр. И очень хорошо, что у перспективы установились такие тесные контакты с этой организацией. Россияне, в свою очередь, рассказали о тех достижениях, которые существуют в этой области в нашей стране. Как оказалось, в России есть необходимые материалы и технологии, чтобы сделать пространство удобным и красивым. Всегда радуют такие круглые столы, всегда радуют обмен мнениями. Многое из того, что увидел, уже знаем, уже применяем. Я бы, наверное, в первую очередь обратил внимание на ту информацию, что именно доступность и безопасность. Вот это очень хорошо прослеживалось в презентации коллег из Бостона. И я думаю, вот эту вот часть, именно вот этот вот такой посыл нужно активно применять у нас в России. Выступления отечественных разработчиков и производителей с интересом слушали, как те, от кого зависит принятие решений, так и американские гости, явно не ожидавшие такого количества креативных решений для городского пространства. Джина Хилбери и Квейм Варга завершили программу визита на ВДНХ, где вместе с сотрудниками РОИ «Перспектива» оценили доступность выставки. Я здесь, чтобы рассказать о культуре инклюзивной уличной среды, о том, что среда должна быть опорой для людей, помогать им, а не ограничивать их в передвижениях. Условия среды формируются климатом, культурными особенностями, поэтому одинаковой она быть не может, она всегда разная. Здесь я видела отличные примеры доступной среды и не очень хорошие, но так можно оценивать любую страну. Главное, что у вас об этом уже задумываются. Одна группа прошла от центрального входа на ВДНХ до фонтана «Каменный цветок». Другая – от этого фонтана и до следующего – «Дружба народов». Меня больше всего впечатлили здесь люди, они слушают, они хотят знать, как сделать среду доступнее, потому что нигде нет стопроцентно идеальных мест, всегда можно что-то улучшить. Я бывал в Москве несколько лет тому назад и могу сказать, что по сравнению с тем временем уличная инфраструктура и общественный транспорт существенно изменились к лучшему. Я рад, что идея универсального дизайна не имеет границ, не имеет преград. Это поможет сделать среду более доступной для всех. Эксперты-пользователи оценили не только основную аллею, но и прилегающие территории, фиксируя на камеры все, что показалось важным и существенным. Все наблюдения и замечания эксперты передали представителям дирекции выставки, которые участвовали в организации этого мероприятия. По словам начальника Департамента архитектуры и градостроительства ВДНХ Юлии Багаевской, этот практический семинар имел колоссальное значение для будущего благоустройства территории выставки. Участники этого тренинга провели очень интересную и очень важную работу. Обнаружили много участков, организованных пока что неудобно. Это опыт очень важный, очень полезный, потому что территория большая, всю ее охватить быстро достаточно сложно. И, безусловно, те рекомендации, которые я здесь услышала, они нам очень сильно, очень помогут в благоустройстве территории. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, очень плотное и продуктивное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова